здравствуйте друзья вот вашему вниманию еще один автор присылает нам ролик и мы его публикуем подтверждение диагноза чистая психиатрия у сотрудника банка тинькофф откуда вы спрашиваете их набирают в комментариях у меня из-под забора ребята будьте уверены не нужно их бояться и вам демонстрирует это отчетливо уже не первый автор подписчик клиент нашей компании здравствуйте андрей валерьевич меня зовут екатерина александровна звонок поступает из отдела реструктуризации банка тинькофф андрей валерьевич вы общались с сотрудниками банка я вижу по поводу программы реструктуризации так это пометку сделали что какую пометку сделали о том что вам ее предлагали почему на нее не согласились но вы не должны конечно соглашаться но я считаю что если клиенту предлагают выход из ситуации то он не должен упускать шансов если вы не соглашаетесь тогда почему вы требования банка не выполняете не оплачивать минимальный платеж полном объеме объект взаимосвязь я должен согласиться если не выполняют требования ну конечно это в договоре записанные это не в договоре прописана это не в договоре прописано это не в законах не в законах это инициатива банка проявляется сейчас помочь вам сложившейся ситуации Вы должны оплатить минимальный платеж в полном объеме. 314 статья подразумевает собой, что вы обязаны каждый месяц оплачивать минимальные платежи в полном объеме, восстановленные сроком банки. Вы этого не делаете. Если вам помощь от банка Тинькофф не нужна, потому что я вижу, что договоренности нет никакой, тогда почему вы не выполняете требование к оплате минимального платежа, которое вам выставил банк? Ну, я же сотрудникам объяснял. Мне объясняете? И как это поможет решить вопрос? Не знаю, не знаю. Может быть и поможет как-то решить вопрос. Как? Ну, вы ответьте сначала на мой вопрос. Я не знаю. Вы работаете или не работаете? А кто же вам финансово помогает, живя в Москве? Это уже вопрос, касающийся моей личной жизни. Ну, в общем-то, деньги есть, потому что жить в Москве, и, в общем-то, для существования нужны деньги. Подработать всегда в Москве можно. Друзья, вы слышите, что несет эта дичь? Вот для существования всегда можно найти деньги. То есть, человек должен существовать, практически выживать, но в банк должен заплатить. То есть, слушай, у тебя есть деньги, ты же как-то в Москве живешь? Отдай их в Тинькофф, потому что Тинькофф – это Тинькофф, а ты вот тут вот пыль. Вот понимаете, что хочет сказать? И так в каждом разговоре. Вот что бы там ни было, отдай сначала в Тинькофф. Это приоритет. Нет, господа коллекторы, дулю вам шиш с маслом. Мы приоритет нашли. Это последнее, что нужно делать, если у человека есть мозги в голове. Очень много работают в Москве. Это не имеет никакого отношения к нашему с вами диалогу. Также, как и вопрос о том, откуда я беру деньги. Также, как и ваши нравоучительные речи. Они не имеют к нашему договору с банком никаких отношений. Договоры, конечно... Там мне написано, что сотрудники будут звонить и учить меня жить. А я разве учила вас жить? И объясняю. Даже не начинала. Делать какие-то выводы и так далее. Делаем выводы по вашему обслуживанию в последнее время. И по вашим диалогам с сотрудниками банка. Делайте выводы только по цифрам. По цифрам тоже делаем выводы. Что вы не справляетесь со своей сейчас обязанностью, которая есть в банке. Задолженность в других банках имеется? Конечно. Как вопросы собираетесь решать с нашим банком, с другим банком? С другими решу. Давайте о вашем банке говорим. Что? Другие банки вас не касаются. Мы сейчас решаем вопросы. Хорошо. Как вопросы с нашим банком будете решать? Я жду, когда судебные приставы будут продавать мое имущество. Вас устраивает то, что ваша сумма будет увеличена? Ну да. То есть вы готовы на... То есть вы готовы на все издержки, которые вы понесете в последующем, да? И оплатите непосредственно. Ну да, потому что ты ему объяснил, что все дело понятное. Вы видите так решение вопроса. Почему нет? Это один из вариантов решения вопроса. Почему нет? Ну это, конечно. Конечно. Почему? Это выход. У вас сумма-то очень большая. Но у банка есть право воспользоваться своей возможностью, обратиться на ваш суд. Вы же прекрасно понимаете, что это может быть как сегодня, так и завтра, и послезавтра. А может быть через месяц, через два месяца. В это время у вас сумма будет еще больше. Это дурочка называется неправомерное затягивание с целью увеличения прибыли. То есть необоснованное затягивание для того, чтобы получить дополнительные проценты. В суде эта байда просто рассыпается в пух и брах. Ну конечно, об этом нужно грамотно заявить. На основании какой статьи и почему. И судья, естественно, снимет все эти проценты. Это само собой. То есть мне еще не было ни разу случаем в моей практике, чтобы банк решил подать в суд через год. И судья все накрученные проценты принял. Но при одном условии. Если идет противодействие. Если просто идет иск от банка. И нет никакого со стороны ответчика, никакой нет реакции. То, естественно, судья удовлетворит все требования. Нужно заявлять о своих правах. Нужно быть в курсе дел. Слушаем дальше. По решению суда, помимо того, что выставит вам общее требование к оплате всей суммы за должность и за работу судебных приставов исполнителей, нужно будет оплатить? Да. У вас имущество-то хватит на сумму такое? Я хочу разницу вам о моем имуществе. Я же не могу вам, знакомому человеку, рассказывать о своем имуществе. Я... Мне не нужно рассказывать. Я говорю, у вас хватит этого имущества? У вас сейчас сумма общей задолженности порядка 255 тысяч рублей. И эта сумма не окончательная. По решению суда еще больше будет. Да, хватит на всех. Что? На всех хватит. На всех хватит? Что же вы сами не реализуете имущество и не продаете его, и не погашаете в банк к нам? Зачем вы ждете, чтобы судебные приставы исполнители реализовали ваши имущества? Они, кстати, за копейки его реализуют. Ну, если есть люди, которые будут этим заниматься, почему нет? А вы почему сами не хотите заняться решением своих же проблем? Ну что... Берегу себя. От чего? От лишних действий. От лишних действий? Да. А, понятно. Я так понимаю, Андрей Валерьевич, вы предпринимаете решение с банком Тинькофф никакой не будете, да? Я уже принял решение. Вы будете продолжать накапливать сумму задолженности? Я уже принял решение, что у меня денег нету. Вот у меня такая ситуация. Ага. Отказываетесь платить, я не отказываюсь. Тогда платите минимальный платеж. Ну... Банк целых два месяца пугал меня судом. Потом, в конце концов, прислал СМС, назвав меня должником. Хотя же должником могут называть по решению суда только. Вас это обидело как-то? Да. Или что? Да. Ну, банки не пугают вообще-то, а уведомляют. Да, еще... Что значит пугают? Как можно человека напугать СМС-сообщением, либо телефонным переговором? Я не очень понимаю. А если вы, конечно... Но если вы, конечно, тонкой натурой воспринимаете каждое слово... Нет, я просто по образованию психолог, коуч и колдун. Поэтому... А, еще и колдун? А что же вы не наколдовали? Ты себе хорошую работу... Ну, а хочешь, тебе наколдуем. Мне не нужно. Работу пойдешь... Мне не нужно. У меня эта работа устраивает. И очень нравится. Представляете? Это же неоткопская работа. Тогда, пожалуйста, Андрей Валерьевич, отказывайтесь от оплат под запись разговора. Для того, чтобы у нас были обоснования, в дальнейшем, как дальше работать с вашим делом. Называйте им фамилию отчества, что вы отказываетесь от оплаты. Назовите мне свое имя отчество. Я же представилась вам изначально. Я уже забыл. Почему я должна вам повторно представляться? А что я должен вам повторно представляться? Мне не нужно представляться повторно. Я еще раз повторяю. Если вы... Как же мне вам паспорт показать? Не знаю, как мне. Вот потихону, как вы мне докажете, что вы действительно... Внутренний номер. Внутренний номер у меня есть. Давайте внутренний номер. Внутренний номер 61706. Я позвоню, проверю, если... Проверяйте. Проверяйте, пожалуйста. Потом мы с вами поговорим. Нет, потом мы с вами уже больше разговаривать не будем. Я приступлю к другому диалогу. Что беседникам. Сейчас с вами разговариваем. Вот, а сейчас я не уверен, что вы сотрудник банка. Да, как же вы не уверен, Андрей Валерьевич? Вы когда брали... Да, номер незнакомый. Вы назовите мне паспортные данные мои. Тогда я поверю, что вы сотрудник банка. Вы когда брали деньги в банке Тинько, вы знали, что... Вы назовите... Что? Я не буду вам называть паспортные данные. Зачем мне это? Вы что, их сами не знаете? Покажите, что вы сотрудник банка. Я вам не верю. Да почему я должна вам что-то доказывать, Андрей Валерьевич? Потому что вы звоните на частный номер. Это моя личная жизнь, дорогуша. Мне... Не дорогуша, а Екатерина Александровна. О, наконец! Вы можете в последующем общаться только с родственниками. Понятно? На ты мы тоже не переходим. А я перешел. Это мой телефонный номер. Это моя личная жизнь. Мне потратят на твое разрешение. Я не разрешаю. И делаю вам замечания. Замечания. Ты училки, что ли, работала? Я делаю замечания. А я тебе делаю замечания. Еще раз повторяю. Ты работаешь в лоховской работе, прикинь. Я дуралеев. Вот дворников можно уважать. Если вы будете так общаться, то что? То я закончу с вами диалог. Ну, заканчивай. Поэтому... А ты меня даже не спросил, удобно мне общаться или неудобно. Ну, если вы берете трубку, если вы берете трубку, значит, вам удобно. А я вот... Мне удобно. Я сижу на унитазе, например. Ну и хорошо. Ну и хорошо, Андрей Валерьевич. Меня совершенно не смущает вашу классику. Совершенно никак. Андрей Валерьевич, я вижу, что конструктивного диалога у нас с вами не получается. Я фиксирую отказ от выполнения обязательства в сторону банка Тинькофф. Всего доброго. До свидания. Давай, давай, не горюй. Что, порадовал, порадовал автор. Спасибо огромное. Отличный диалог. Тинькофф был послан туда, куда ему положено. Канализационный слив. Но это их судьба. И самое главное, это их выбор. А уж тем более тех, кто работает на них. На него. За косточку, за хозяинскую готовы там вот такие вот терпеть унижения. Ну, как по-другому. Человек вообще даже виду не подал, что он беспокоится, волнуется. А все что? Успокойся. И элементарная осведомленность. Понимаете? Даже вот я не призываю глубоко погружаться в закон о банках и банковской деятельности. Закон о защите прав потребителей. Зачем? Просто элементарно послушав наш канал, несколько роликов вы уже начнете по-другому думать. Пройдя на наш сайт, послушав презентацию, как устроена работа кредитных юристов, вы уже перевернете в голове все свои вот эти предрассудки, уберете их на дальний план. Где посмотреть это видео? Ну, подсказки будут выходить на ролики. Смотрите на экран ролика. Ну, если не заметите, то, пожалуйста, в описании ролика есть все эти необходимые ссылки. Я предлагаю всем поставить лайк, кому, ну, кто слушал этот ролик, потому что он не может, не понравится. Хороший образцовый ролик. Ну, и, само собой, поделитесь этим роликом в соцсетях, где только можно. Позовите как можно больше количества людей к нам на канал. Пускай люди знают, что все намного проще и интереснее, что жизнь далеко не такая страшная и плохая, как им навязали вот это мнение. И вот этой публике, которой нравится их работа, вот это коллекторы, они всегда так говорят, но они даже здесь лукавят, брешут, как вот, не знаю кто. Не может это нравиться. Это от безвыходности. Не получается. И все, и больше, и больше, и больше, и будет попадаться людей, которые будут их посылать. На три веселых буквы, посередине буква У, и это слово СУД. Идите, ребята, в СУД. И уже теперь не то, что они пугать будут людей СУДОМ. Это уже люди все больше и больше будут обрастать знаниями и пугать их СУДОМ. А в СУД им идти невыгодно. Почему? Очередной раз отправляю вас в описании этого ролика на наш сайт. На сайте выложена видеопрезентация, как устроена работа для двух юристов компании АЛЯМ. Что мы для вас готовы сделать? Как это будет проходить? Сколько времени это займет? Сколько это стоит? И к чему мы в результате придем? В двух словах, мы придем либо к созданию условий, когда банку будет выгодно отказаться от претензий, либо второй вариант – это оплата долга комфортными платежами. Именно комфортными. Сколько бы вы до этого не платили, вы можете платить по 500 рублей. И мы знаем, как уберечь ваше имущество, и как сделать так, чтобы вас не мучили судебные приставы, и оградим вас от звонков коллекторов, если вам это нужно. Пожалуйста, посмотрите и сделайте, наконец-то, одно правильное решение, которое изменит всю вашу жизнь. А я желаю вам счастья, здоровья, финансового благополучия и спокойствия. До свидания. А с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания АЛЯМ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok